Привезли вот такие кости, выкинули все это. Вот это вот мухи, вот там сосиски просроченные. Мухи, а парыши, вонят костей. Их по несколько раз в неделю привозят волонтеры для многочисленных собак Анны Терентьевой. О ней мы уже рассказывали. Прибавлялось и прибавлялось собак, вплоть до того, что вешали в пакете. Маленькая собачка там бегает, снималась здесь с дерева. Соседи Анны с семнадцатого года терпят антисанитарию себя под носом. Раз, мышь, два, три, четыре. И у нее в зубах семь. Мам, зачем нам кошки? Черви, как кишат. Если в холода еще можно потерпеть, с наступлением плюсовых температур жизнь превращается в ад. А парыш, мух столько. Это все вылупилось, это все благополучно летит на наши двери, на окна. Невозможно открыть. Запах такой, что дышать нечем. А всю ночь воют они? Всю ночь воют, лают. А у нас вот общий забор. У меня выходит детская спальня прямо на ее участок, наша спальня с мужем. Открыть, проветрить просто невозможно. Это нереально. И нереально выспаться. На работу встаешь утром, полпятого. И вот нереально просто выспаться. Мое личное сугубое мнение, что это концлагерь для животных. В таком состоянии, в каком они содержатся, это раз. Второе, чем их кормят, да. Ну и третье, отношение к ним со стороны ее. Вот у этой собаки застряла в сетке голова, и у нее изо рта идет кровь. Соседи неоднократно пытались поговорить с сердобольной, но девушка на контакт не идет. Жители обратились в управление по ветеринарии. Дошли до суда. Решение суда запретить Терентьевой Анне Владимировне по высшим назвам адресу содержать животных. Обязать ее вывезти в приюты временного содержания, либо в пункты передержки. Убрать продукты жизнедеятельности за животными и пищевые продукты, которыми она кормила на территории своего подсобного хозяйства. Суд обязал, но вывезти животных до августа. Но любительница собак подала апелляцию. Сроки сдвинулись. Либо апелляционная инстанция оставляет в силе принятое решение первой инстанции. То есть остаются вот эти четыре месяца, и они начинают исчисляться тогда вот с конца июня, середины июля, когда состоится суд в апелляции. Либо отменяет или изменяет решение первой инстанции и устанавливает там либо другие сроки, более длинные, либо более короткие, либо отказывает в удовлетворении иска прокурору. Но, как показывает практика, поясняет юрист, решение первой инстанции в этой истории устоится. И они все-таки придется переселить животных. Правда, не в августе, а в ноябре. Куда девушка планирует переселить несколько десятков собак? Узнать у хозяйки домашнего приюта не вышло. Дома никого, кроме животных, не оказалось. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.